Добрый день, уважаемые зрители! В эфире Фактор ТВ, программа «Ключевой фактор». Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. После поражения Армении в войне 2020 года стало очевидно технологическое отставание страны от своих противников. В то же время научно-техническое сообщество страны усилило давление на власти с целью добиться более системного подхода к развитию науки и увеличению финансирования этой отрасли. Сегодня мы беседуем с сооснователем и управляющим партнером компании «Гранатус Венчурс» и сооснователем фонда «Арар» Мамыком Иргняном. Добрый день, господин Иргнян. Спасибо, что пришли к вам. Первый вопрос относится к политике, немного не к вашей сфере. Как вы считаете, во время выборов и предвыборной гонки сумело ли научное сообщество добиться того, чтобы наука была в центре внимания политических сил и предвыборной борьбы вообще? Ну, если смотреть со стороны, была ли дискуссия доминирующая о науке и вообще научно-техническом потенциале страны, то, наверное, нет. Но если смотреть со стороны, что вот беспрецедентная ситуация, когда научно-техническое сообщество и в основном промышленность, высокотехнологичную промышленность консолидировались и выступили единым голосом в пользу того, чтобы реально серьезно увеличить ресурсы на научную деятельность, то в этом плане, можно сказать, был определенный успех. Был успех и в плане того, чтобы было принято решение о некотором увеличении заработной платы научных работников. По нашему восприятию это недостаточно для того, чтобы решить проблему, острейшую проблему, которая сейчас стоит перед нашей наукой, о сохранении вообще науки. То есть это полушаг. Поэтому, да, есть определенные успехи, но это полууспех. Мы видим несколько негативных тенденций постоянных в научной отрасли. Например, мы видим старение кадров, мы видим отток кадров из науки в бизнес или из науки за рубеж, и мы видим проблему, которую, например, когда я готовился к интервью, я заметил, что Азербайджан обогнал Армению по количеству научных публикаций в научных журналах, которые цитируются в скобусе. Что нам нужно делать, чтобы переломить вот эту негативную тенденцию и изменить ее, в общем, кроме денег? Значит, вообще все начинается с фундаментальных ценностных ориентаций. То есть мы должны, как общество, решить, что для нас приоритетно, каков наш вектор развития, то есть какие ресурсы мы можем консолидировать для того, чтобы обеспечить не только обороноспособность страны, но также жизнеспособность страны в той среде, безопасностной среде, в которой мы сейчас находимся. Это беспрецедентно сложнейшая среда, и поэтому прорыв, который может быть сделан с помощью научно-технических достижений, он безальтернативен в этой ситуации. Я не утверждаю, что это исключительно фактор, но то, что сейчас надо использовать все эти достижения, особенности, когда мы находимся в такой очень быстрой фазе развития таких технологий, которые называются прорывными, здесь уже стоимость основных технологических решений существенно снижается, и Армения, как маленькая страна, уже имеет возможность использовать эти технологические наработки для того, чтобы применять в различных областях. Значит, во-первых, надо принимать как общество ту парадигму, что научный работник — это не расходы, это инвестиции. К сожалению, во время нашей 30-летней истории основная парадигма по отношению к науке была в том, что мы получили такое наследствие от империи, его невозможно сохранять, мы просто будем финансировать на основе остаточного принципа для того, чтобы просто как бы сохранять что-то. А его возможно было сохранить или ситуация, которая сложилась, она в какой-то мере объективна? Его в полной системе невозможно было сохранить, но что тут самое главное? Научный сотрудник... Наука — это не только просто конкретные определенные открытия или применения в практической сфере. Наука — это еще и знания и компетенции, которые в любой момент могут быть применены в такой сфере, которую мы сейчас даже не представляем. То есть это вопрос не то, что точного, конкретного применения в какой-то практической сфере. Это вопрос того, что... Вопрос вот общества, которое имеет какой-то слой, которые работают на сложнейших проблемах, которые стоят перед обществом и человечеством. Вот эти компетенции, они сейчас, интересно, уже востребованы высокотехнологичным нашим промышленностью, в основном IT. Поэтому и голос сообщества IT-компаний, он наиболее такой высокий в этом. Но это очень практический спрос. Нам нужно посмотреть на этот вопрос еще со стратегической точки зрения. То есть вопрос обеспечения обороноспособности страны, в том числе ВПК, развития ВПК. То есть нам надо найти баланс между сохранением академической свободы, потому что наука — это все-таки творение в условиях свободы. Мы не можем поставить перед наукой только исключительно практические задачи. Но имея вот этот ресурс, Армения как маленькая страна может и должна предопределить свои приоритеты по основным направлениям развития науки и в том числе обеспечения обороноспособности страны. По моему мнению, мы должны смотреть на, скажем, три уровня применения. Первый — это глобальные проблемы науки. Второй — это наши социальные проблемы. И третий — это проблемы нашей индустрии. То есть в этих направлениях должны быть конкретные программы развития. Если говорить о роли государства и бизнеса в этой сфере, кто должен взять на себя основное бремя? Потому что в развитых странах в основном это бремя берет на себя бизнес, а не государство. И речь идет о финансировании R&D и о сотрудничестве с вузами. Во-первых, в развитых странах это бремя берет не только государство, потому что есть фундаментальное исследование, которое создает эту базу, на основе которого уже частный сектор финансирует этот R&D. У нас, да, к сожалению, только очень узкий сегмент бизнеса формирует спрос на этот R&D. Поэтому здесь надо определенная синхронизация усилий. Потому что ресурсы, они очень ограничены, поэтому стратегия Армении, она должна быть очень сфокусированной. Мы не можем разобраться в разных направлениях. Здесь основной формат, который я представляю себе, это частное государственное партнерство. То есть государство берет на себя определенные затраты на обеспечение определенных инфраструктур и фундаментальных разработок. На основе этого уже синхронизируются инвестиции частного сектора. А в каких сферах должно происходить это сотрудничество? Первоочередных. Я обозначил три основные сферы. Но для меня сейчас, во-первых, IT-индустрия и разработки инженерных систем, они конкретно требуют конкретных специалистов в конкретных областях. Начиная с искусственный интеллект, сейчас уже очень-очень такими худыми темпами развивается также технология в области медицины. Скажем, наш фонд сейчас начинает инвестировать в области health tech, медицинских технологий. Но мы начинаем с того, что привлекаем такие разработки, которые разрабатывались в ведущих научных центрах, соединяем с армянскими командами для того, чтобы армянские команды начинали мало-помалу работать с этими ведущими научными центрами. Но это недостаточно. Это просто наша стратегия как коммерческая организация. Как страна мы должны уже сами инвестировать в эти компетенции. Я думаю, сейчас очень интересные направления как раз медицины открываются, потому что резко снижается стоимость определенных решений. В основном все эти предиктивные технологии, искусственный интеллект, синтетическая биология. Мы можем в Армении решать глобальные задачи. Миссия следующего фонда, который сейчас мы создаем, как раз состоит в том, чтобы инвестировать в такие решения, которые решают сложнейшие глобальные проблемы. Мы скажем, первую инвестицию, которую мы сделали, инвестицию, которая создает серию антибиотиков. Вы знаете, вот антибиотик резистенс, то, что называется, это глобальная проблема. То есть, когда уже у нас нет антибиотиков для лечения... Человечество злоупотребляет антибиотиками, из-за этого падает, в общем, полезательная... Резистентность, да, бактерии повышается и так далее. То есть, это глобальная задача. И прогнозируется, что примерно 10 миллионов человек будут просто умирать из-за того, чтобы не будет антибиотиков, с помощью которых можно их лечить. Вот это глобальная проблема. Вторая глобальная проблема, которая сейчас как раз намечается, вторая инвестиция, которую мы хотим сделать, это компания, которая находит персонифицированную комбинацию лекарств для лечения определенных типов рака. Вот это тоже технология разработана одной из ведущих американских университетов, взята на разработку одной из компаний в Британии. И сейчас мы как раз привозим их операции, определенные искусственные интеллекты и другие такие функции в Армении. С учетом распространенности онкологических заболеваний в стране, я думаю, это имеет свою почву для работы. Да, еще в контексте этого очень интересное направление, значит, клинические испытания. Представьте себе, что Армения станет центром, где испытываются самые современные, значит, новейшие разработки по этим злокачественным опухолям и так далее. Тогда люди будут, Армения станет таким центром. Но тут нужно конкретно регуляции, изменение регуляции политики в этом отношении. Когда говоришь с государством, часто чиновники говорят, что все, что предлагает бизнес и все, что предлагает наука, это очень хорошо. Но сейчас есть какие-то более насущные проблемы, которые надо решать с обороной, социальной и так далее. То есть они не совсем воспринимают это как инвестиции на будущее. Или даже если они воспринимают это как инвестиции в будущий рост, они более предпочитают фокусироваться на задачах, которые необходимо решать сегодня и сейчас. И они очень часто ожидают от науки решений, которые выстрелят через год, через два, через пять. Это вообще возможно или нет? Вы знаете, это вообще проблема политического цикла тоже. Потому что всегда политики, они заинтересованы в краткосрочных результатах. И они думают в рамках политического цикла, но не как бы более инвестиционного цикла. Инвестиционный цикл и политический цикл, они не совпадают. И тогда мы попадаем в эту ловушку. Поэтому здесь нужно такое, как возможное решение, которое учитывает вот этот стратегический аспект инвестиционного цикла. Я думаю, только через форматы частного государственного партнерства, когда общественные организации, частные организации, частные компании и та часть общества, которая все-таки мыслит. В разных странах иногда вот эту функцию делают эти, то что называется, think-tank, исследовательские центры, которые делают стратегические разработки. То есть определенный прессинг, определенная повестка, которая заставляет сделать такие решения. То есть мы, как общество, должны создавать способности принятия стратегических решений вне зависимости от политических циклов. Когда мы говорим об образовании и о науке, мы видим еще одну ловушку, в частности, которая относится к IT. Это относится к тому, что люди, которые попадают в IT, они потом превращаются в программистов, инженеров и уже не хотят так активно заниматься наукой. И здесь возникает другая вилка. То есть человек должен выбирать между наукой и работой, и профессиональным ростом. И насколько бы не увеличить зарплату в научной сфере, все-таки конкурировать с IT она не сможет. Что делать с этой вилкой, с этой ловушкой, как вы выразились? Есть одно уникальное преимущество научной деятельности. Это возможность свободно творить, создавать что-то новое, и это престиж, который невозможно получить в индустрии. Поэтому мы не можем сделать зарплату научных работников равной зарплате в индустрии. Это во всем мире в основном не получается. Но все эти немонетарные компоненты компенсации, они для реальных таких ученых, научных сотрудников, они очень реальны. Но это не означает, что не надо хотя бы на какой-то рациональный уровень сокращать этот дифференциал заработок. Потому что все-таки же люди это... То есть надо сокращать и предоставить эту академическую свободу и создавать среды, в которых они могут творить. Среды. И в этом плане у Армении очень хорошее преимущество, так как у нас очень интенсивная связь с диаспорой. И с научными центрами, где работают наши соотечественники из диаспорой. Поэтому Армения может быть очень интенсивно связана с глобальной наукой. Вот это преимущество, которое иногда даже наши стартап-компании имеют перед такими стартапами, как из Европы и даже из России и так далее. А есть какая-то средняя зарплата для ученого, к которой вы в идеале стремитесь, которая устроила бы армянского ученого по-вашему? Ну, если сократить вот этот разрыв между IT и... Ну, я, наверное, не буду браться, сказать какую-то определенную цифру. Но просто могу сказать, чтобы этот дифференциал, он был не настолько разителен, чтобы лучший талант уходил в индустрию. Если я не ошибаюсь, средняя зарплата в IT-индустрии сейчас около 1500 долларов, да? Вы знаете, это средняя зарплата в IT-индустрии, это как средняя температура по больнице. Там разброс очень большой. Поэтому смотря какой уровень. В среднем, да, если можно так говорить, то если будет какой-то примерно 50-70% от этого, я думаю, немонетарный фактор, который я обозначил, можно будет уже компенсировать вот с этим фактором. Говоря об обороне, я хочу уточнить, что фонд АРАР, где работает господин Огнян, он занимается также разработками в сфере ВПК и финансированием и поиском решений для армянской армии. Можем поговорить немного об этом, понятно, не раскрывая все скобки, которыми вы владеете, и не раскрывая всю полноту информации, что происходит в этой сфере после войны 2020 года. Мы создали фонд АРАР в 2013 году, в 2014 году мы работаем, значит, плотно в этой сфере. Я могу сказать, что реальное изменение произошло после 2016 года, апрельской войны. Мы все осознали, что что-то надо делать, а IT-сообщество тоже подняло свой голос. До этого была такая парадигма, что мы ничего серьезного, исключая какие-то определенные области, не можем производить сами. После этого была парадигма такая, что давайте будем разрабатывать, посмотрим, что получится, то тогда будут деньги. Но и тут возникло очень много таких частных инициатив. И уже есть сейчас эта сфера находится в такой, я бы сказал, ситуации, когда она чрезвычайно дифференцирована, диверсифицирована. То есть очень много маленьких команд, которые работают на разные задачи. Логически предположить, что следующая фаза – это фаза консолидации. Когда уже придет фаза масштабных решений или масштабирования решений, которые уже сделали этими маленькими командами. Сейчас очень много дупликаций ресурсов. Это будет нормально, если в какой-то момент будет консолидация. Но это будет зависеть от того, каким будет спрос со стороны Министерства обороны, со стороны государства. А консолидация не убьет конкуренцию? Я не хочу предположить, что эта консолидация будет монополией, станет монополизацией. Но для того, чтобы сделать определенное решение, нужен масштаб. Эти команды не набирают масштаб, пока они не будут консолидироваться. В определенных направлениях у нас уже есть очень хорошие решения. Можете назвать, не раскрывая скобки очень сильно? Глобально, я думаю, наше направление это средства, высокоточные какие-то средства, беспилотные, те же самые беспилотники и так далее. Уже у нас есть хорошие разработки, которые, я думаю, в следующие несколько лет можно будет увидеть в таких применениях. Если смотреть, например, Турции, то конкретно Байрактар, который стал главной головной болью армянской армии, к сожалению, в 2020 году, разработка этого оружия заняла примерно 6 лет до доведения его до полной боевой кондиции, с 2014 до 2020 года. Или с 2013 до 2019 года. Сейчас этот цикл ускорился или, наоборот, это занимает тоже примерно время? То есть, если Армения будет с нуля создавать свой Байрактар, условно говоря, это займет тоже время или быстрее? Это очень хороший вопрос, потому что мы всегда, у нас есть предположение, что можно очень быстро создавать такие средства. Но можно предположить, что последнее время, все-таки время, которое требуется для создания хотя бы прототипов таких решений, оно укоротилось. Потому что технологическая интеграция и диффузия разных технологических решений, она достигла такого уровня, что эти решения доступны очень многим. Надо все это комбинировать. Это инженерное решение, это не научное решение в основном, по своей сути. Однако, очень много времени занимает не разработка, сама разработка, а испытание. То есть, они должны быть испытаны в разных условиях, очень многократно, очень много раз. Вот это то, что занимает большое время ВПК. И это время, к сожалению, наверное, сократить, есть возможности очень ограниченного сокращения. Поэтому одна фаза сокращается, другая не очень. Ну, государство практически попадает опять-таки в какую-то ловушку и вилку. Оно должно будет выбирать, междуусловно говоря, финансированием или софинансированием армянского беспилотника или покупкой российского или китайского. Да, но тут нужен определенный подход. То есть, если дать приоритет всегда тому, что есть в наличии, то тогда вообще невозможно развивать ВПК. В ВПК можно развивать, дав какой-то кредит доверия во времени. То есть, надо инвестировать. Опять же, если смотреть это не как расходы, а как инвестиции, то надо смотреть, в какой-то момент начинать инвестировать и дать какой-то кредит доверия этой отрасли. И в какой-то момент мы получим отдачу. Это точно. Это точно, потому что уже те разработки, наработки, которые есть, они показывают, что армянские инженеры, они способны создавать экземпляры на довольно хорошем, высоком уровне. Вы говорили об инженеринге, о компиляции каких-то решений, в том числе тот же самый Байрактар. Это, по сути, сборная солянка, грубо говоря, из технологий, которые созданы в Канаде, Германии, Австрии и так далее. Насколько вообще Армении открыт вот этот мировой рынок технологических решений, учитывая, что все-таки есть конкуренция между блоками ОДКБ и НАТО? Мы не сталкиваемся с такими проблемами? Да, конечно, сталкиваемся сейчас. Мы сталкиваемся меньше, потому что здесь сейчас в основном речь идет о штучных решениях. В фазе, когда все это масштабируется и делается массовое производство, тогда эти вызовы, они наиболее существенные будут. То есть Армения все-таки пока что будет вынуждена производить какой-то штучный продукт? Так получается? Ну, смотря в каких условиях, но нет, почему мы должны все-таки перейти на такую массовую продукцию тоже. Понятно. Вы знаете, я недавно смотрел один соцопрос, результаты одного соцопроса. Вот такие темы наукообразования, они интересовали примерно 1,2% населения Армении. Вот примерно такой процент респондентов сказал, что одним из основных вызовов перед страной является развитие образования и науки. Что делать? Как поменять вот такую парадигму мышления? Интересно. Ну, есть разные опросы, конечно, не всегда надо все-таки основываться на одном опросе. Но все-таки, да, на уровне ценностной ориентации у нас в этом отношении есть проблемы. И все начинается, конечно, с образовательной системы. Но как изменить образовательную систему, когда тебе не нужны люди? То есть получается вопрос курицы и яйца. И тут совсем нелинейная ситуация. Поэтому эти нелинейные ситуации, они как-то разрываются, когда определенная группа, которая имеет четкое видение и ресурсы, и коммитмент, так скажем, они начинают какой-то процесс, и вокруг этого идет какая-то консолидация. У нас есть одна проблема очень большая, когда вот то, что создается предыдущими, так скажем, силами, она всегда как бы не воспринимается как что-то такое, на чем можно создавать. Вот это создание как-то инкрементальное, так скажем, созидание у нас как-то не получается. Надо снова разрушать, что-то там заново начинать. У нас интересная ситуация, что во многих областях мы очень быстро что-то начинаем, принимаем решение что-то начинать, но очень сложно у нас что-то масштабировать. Вот я пример еще один приведу из истории Израиля, очень такой поучительный для нас. В 73-м году, вот когда после войны, у них тоже был какой-то шок, потому что это была первая война, в которой они как бы не победили. Они отбились, но не победили, не разгромили, да. И после этого был какой-то шок, надо что-то делать. Два профессора из Hebrew University, они разработали предложение о создании специальной группы, которая должна быть задействована для создания таких видов оружия, которые не имеются даже у сверхдержав. Это была, значит, программа, которая называется созданием толпь йот. И впоследствии это одна из самых таких знаменитых групп внутри израильской системы обороны. И, например, они создали вот эту концепцию этого железного купола. Но от предложения до принятия там прошло пять лет. То есть там тоже все-таки вот это неприятие научных предложений со стороны генералитета, все эти бюрократические, все это есть, это общечеловеческие. Но когда они все это создали, они его масштабировали настолько, что оно стало ключевым элементом обороноспособности страны. Вот у нас тоже очень, мы, наверное, побыстрее бы приняли вот такое предложение в нашей системе, но масштабировать, вот это у нас проблема получается. Надеюсь, что государство найдет способ и прислушиваться к вам, и выстроить более правильную коммуникацию, и финансировать все ваши разработки, которые нужны для повышения обороны. Надеюсь, что государство найдет способ выстроить с вами правильную коммуникацию и найти деньги для повышения обороноспособности страны. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо вам. Мы беседовали с Мануком Иргняном, сооснователем фонда Granatus Ventures и фонда Aral. Спасибо, оставайтесь с нами.